Злосчастный дом на улице Тимирязева еще не построен, но сырости уже начал портиться. Дольщики теряют всякую надежду заехать в свои квартиры. На пятом этаже мы сейчас находимся и видим, что по стыку плит кровли здесь уже образуется у нас грибок плесневой. Ну, это грубейшее нарушение технологии строительства. Альбертов Чинников с женой и дочерью должен был заехать в свою квартиру год назад. Когда брали ипотеку, дом на перекрестке улицы Тимирязева и Ильича оказался почти готовым. С тех пор здесь мало что изменилось. Жизнь заставила Альберта начать разбираться в строительстве. Грибок и плесень – не единственные претензии к качеству дома. Очень большие зазоры в межкомнатных перегородках с потолочными панелями. Ну, скажем так, качество самой отделки тоже вызывает очень большие вопросы, потому что в некоторых подъездах и в некоторых квартирах она уже начинает шелушиться. Изначально дом должны были сдать в конце 2017 года. С тех пор сроки постоянно сдвигаются. На очередной встрече с дольщиками и представителями Дзержинской прокуратуры застройщик пообещал, что до конца недели сообщит новую дату окончания строительства. У вас новый какой-то график? Ну, нам какой-то график. Некоторые дольщики хотят начать процедуру банкротства подрядчика, чтобы получить собственность недоделанной квартиры. Но дом все равно нужно будет достраивать, и это потребует дополнительных вложений. Процедура банкротства, она не очень простая. Мы начинаем процедуру банкротства подрядчика при поддержке прокуратуры, при поддержке жилстроеннадзора, при поддержке Министерства строительства области. Ну и своими силами доводим сведения до тех ведомств, которые могут повлиять на ситуацию. Следующая проверка готовности дома и встречи со стройщиком назначена на 30 октября. Александр Мешков, Михаил Крюков, Павел Сложнин. Новости Тагил-ТВ.